Друзья, если у вас нет возможности читать поэму Александра Твардовского «По праву памяти» – смотрите это видео. Это размышления автора о своей непростой жизни. Сложная для пересказа поэма. Лучше всё-таки её самому прочитать и самому понять, о чём она. Не уверен, что я правильно всё изложу. Но если вам нужно знать содержание поэмы в общих чертах, то смотрите и слушайте. Мужик размышляет о своей жизни. Понимает, что в своём возрасте имеет на это право. Уже достаточно прожил, чтобы делать выводы. Автор вспоминает, как много лет назад в юношестве проводил время со своим другом. «Вместе летом лежали на сеновале и курили. Думали о предстоящей жизни. О том, каким надо быть, чтобы быть хорошим человеком. Не врать, быть храбрым, быть верным Родине. А если будет нужно, то и жизнь свою отдать за неё». «Сын за отца не отвечает» – эту фразу от Сталина услышал молодой Твардовский. Ведь до этого в любой анкете нужно было написать, кем был твой отец. А он был врагом народа. И как быть сыну в этой ситуации? Быть сыном врага народа – это клеймо на всю жизнь. И тут Сталин сказал, что теперь сын за отца не отвечает. Автор размышляет, что его отец был честным трудягой, работал на земле. И из-за того, что много работал, его посчитали кулаком. А кулаков тогда раскулачивали и отправляли подальше – в Сибирь. Отец не жаловался, никого не обвинял, а молча повиновался. Значит так надо для советской власти. Сыну фактически пришлось отречься от своих родителей, чтобы продолжать жить дальше. Автор пишет, что несмотря ни на что, он никогда не забудет своего прошлого. Вот как-то так, друзья.